Ваша карта заблокирована, родственники в беде, сниму порчу, вам положены социальные выплаты. Этот перечень можно продолжать и дальше. Основных видов онлайн-мошенничеств около 10. О них рассказали жителям полицейские в ходе акции «Осторожно, мошенники». Даем на ознакомление буклеты, в которых расписаны все распространенные случаи, где также расписаны номера телефона, по которым можно позвонить, проконсультироваться, либо сообщить о каком-либо преступлении, которое в отношении их совершено. В избежание этого сотрудники полиции и проводят профилактические акции. При этом большинство граждан не понаслышке знают, о чем предупреждает их участковый и полномочный. Приходилось сталкиваться. Бывало случаи, что звонили мне, моим родителям, о том, что есть, так скажем, семейного плана ситуация, что я попал в полицию. Мне отец перезванивает на телефон и говорит, сын, ты жив, здоров? Я говорю, да, все в порядке. Я говорю, я дома в этот момент сижу. Ну, и описывает, что произошло. Андрей старается не брать трубку, если ему звонят с незнакомого номера. А уж если и начал разговор, то быстрее завершить, не дав возможности мошенникам его заговорить. И такую акцию он считает весьма полезной. Забываем о том, что есть такие подвохи и не всегда получается об этом вспомнить. А так оно есть, напоминалочка, для себя галочку оп, да, вот это есть, надо быть аккуратным. Участковый и полномоченный 2-го городского отдела полиции Григорий Шумбасов всегда старается помогать людям. Он работает здесь уже 6 лет. Говорит, что чаще жертвами аферистов становятся пожилые люди, но попадаются на их удочку и молодые. Ведь мошенники – неплохие психологи. Сначала запугивают граждан, а затем предлагают быстрое и легкое спасение. Обход мы делаем каждый день, поэтому в любую квартиру, когда захожу, стараюсь всех проконсультировать, всех даже, чтобы они передали своим родственникам, друзьям, знакомым, всем, чтобы сказали. И чтобы исключить до этого такие действия. В прошлом году в Одинцовском округе было зарегистрировано около 500 фактов мошенничества. Свыше половины – в отношении представителей старшего поколения. Надо быть аккуратным, действительно. Да, надо быть осторожным. Надо, действительно, чтобы потом голова не болела, человек не нервничал. Надо заранее, чтобы он был информирован. Да. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.